Я хочу вам рассказать о фантастическом событии, которое произошло в жизни космоса 10 лет назад. За три недели до Нового 2011 года нам в город приехали армейцы Санкт-Петербурга. И в их составе были звезды НХЭЛ, которые на протяжении многих лет радовали нас своей игрой за океаном и выступали за сборную России по хоккейным чемпионатам мира. Среди них, конечно, надо отметить капитана России, как прозвали его совершенно заслуженные болельщики нашей сборной Алексея Яшева. Евгений Набокова, который в 2008 году практически сделал нас чемпионами мира, выступил в рядах сборной России в самых главных матчах чемпионата. Максим Афиногенов, яркая звезда российской ракеты НХЭЛ. И вот они в составе СКАС Санкт-Петербург приехали в Нижний Новый. А предыстория этой встречи такова, что за год до этого, в ноябре 2009 года, мы поздравляли чемпионов мира. И посчастливилось на льду на горном дворце спорта встретиться с ними. Космонавты поприветствовали Алексея Яшина. Поздравили его с прошедшим днем рождения. Вручили благодарность. Алексей, конечно же, отметил номер на майке поздравляемого. Сергей Изумов от нас тоже получил благодарность за возвращение в российский хоккей. Чемпиону мира сушинских игровиков благодарность за чемпионат мира. Общее фотографирование. И благодарность тренеру армейцев Борису Смиту. Мы же возвращаемся на лед и насладимся, как эти чеграши, колопы, как я их называю, противостояли звездам мирового хоккея. Здесь, конечно, необходимо сказать о человеческих качествах Алексея Яшина, который стал инициатором именно вот этого мероприятия. Дело в том, что нам погода не позволила встречать наших имитых гостей на своей площадке. И как-то хотелось все-таки не упустить момент встречи с ними. Алексей вместе с Евгением Набоком предложили приехать вечером на тренировку команды. Он заранее договорится с тренером о возможности такого участия космонавтов в тренировочном процессе армейского клуба. И выйти на лед. Выйти на лед, где мальчишки играли в хоккей. Это, конечно, незабываемо. Они уже выросли. Им сейчас уже по 20 лет. И они, конечно, с теплотой будут вспоминать этот момент. Это яркие моменты на всю жизнь. Была игра. Была игра в одной зоне. И это было действие, где просто эмоции зашкаливали. Как у ребят, так и у родителей, которые сидели на трибунах. Потом ребята пробивали послематчевый буллит. Как в любом матче НХЛ и КХЛ. Это было возможно. Потому что ребята-то обучены. Кому-то посчастливило забить великому вратарю Евгению Набокову. Кто-то не доезжал до ворот с шайбой. Но это же детский хоккей. Повезло и Андрюшке, лазер, вратарю нашей команды. Он противостоял звездам мирового хоккей. Это, конечно, незабываемое для него событие, которое, еще раз повторю, остается у них у всех на всю жизнь. Наша дружба с клубом НХЛ и с клубом СК Санкт-Петербург, в частности, началась с 2008 года. И вот уже сейчас можно констатировать, что она переросла в такую дружбу, что мы можем решать любые вопросы с клубами. Клуб нас приглашает в Санкт-Петербург на матчи плей-офф. Ребята ездят. Уже несколько поколений побывали на экскурсии в городе, на шикарной арене клуба. Побывали на зимней классике. Вот вы сейчас видите, как Алексей Яшин единственный раз поразил ворота Андрея Лазарева. Все остальные попытки звездам не удались. Но, конечно, они понимают, что против них стоит 9-летний мальчишка, который живет воротами и который мечтает... Кстати, Андрей Лазарев форму вручал в свое время на Новый год душу Салфиски, который играл за торпедо в далеком 2007 году. И это, конечно, память тоже на всю жизнь. Я помню, как душу Салфиски в 14-градусный мороз в течение 50 минут общался с детьми, расписывался, говорил на теплые слова, вручал подарки. Это, конечно, незабываемо. Незабываемо для всех нас, для жизни космоса, для детей, для их родителей, даже для моих друзей в Канаде. Смотрите, какое решение нашел Андрюха Лазарев в противостоянии с Максимом Афиногеновым, чем вызвала улыбку Евгения Набокова и Максима. Необходимо сделать дополнение. Дело в том, что на льду против великих хоккеистов мирового хоккея играли ребята от 6 до 10 лет. Вот мы сейчас видим, как самый маленький 6-летний Савва Смирнов, а у него в семье еще есть два брата, один младше другого, исполнил голову ворота Евгения Набокова. После чего Евгений стал уже с должным вниманием относиться к выходам один на один, показывая акробатические моменты своей игры. И в продолжение темы нашей дружбы с клубом из Санкт-Петербурга, много можно впоследствии вспомнить моментов, которые были бы яркими для уже следующего поколения космонавтов. Это, как я говорил, поездки в Санкт-Петербург и встреча здесь на льду и с Ковальчуком, и с Сергеем Калининым. Также в одном из чемпионатов, приезда под День знаний, армия Санкт-Петербурга, лидера команды Илья Ковальчук и Павел Дацук встретились с космонавтом, вручили майку с авторграфом клуба и расписались в энциклопедиях, которые мы подарили детям на День знаний. Все это, конечно, очень ярко, но это уже совсем другая история, потому что очень много информации, фото, видео, которые были посвящены тем событиям и не отдельно представлены в истории команды «Космос». А после игры и булитов состоялось торжественное фотографирование с игроками команды, и у детей на память остались шикарнейшие фотографии этого яркого события. А помог нам в этом Сергей Литвак, который прекрасно отработал наше мероприятие, и действительно у детей на память сейчас вы увидите очень хорошую память о той встрече. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok